Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового! И сегодня в этом видео я буду жить 24 часа только при помощи лайфхаков. Что же это такое очередное я буду делать? Дело в том, что я сегодня решила прожить свой день, свой стандартный день, только при помощи, как вы уже догадались, лайфхаков, потому что об этом я уже рассказала вам неоднократно. Ле, логично, я люблю логику. Нет. В общем, сегодня я буду находить всевозможные лайфхаки для того, как приготовить еду, как даже почистить зубы, как сделать себе прическу и т.п. и т.д. И благодаря этим лайфхакам буду проживать этот день. Если вам понравится подобная идея для видео, то я обязательно брошу этот челлендж какому-то другому блогеру. Кстати, напишите потом, кому бы это передать, потому что мне было бы интересно посмотреть, как другие страдают. Нет, мы же хорошие люди, мы же, мы же неплохие, не так ли? Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе вновления в публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Так, я смотрю, тебе очень интересно, что мы будем делать. И сейчас я расскажу. Я пришла умываться, потому что первое, что обычно делаю я по утрам, это умываюсь и чище зубы. Но и умыться, и почистить зубы просто так, я сегодня могу. Дело в лайфхаках. Приготовила тут некоторые вещи, благодаря которым я буду делать повторение лайфхаков, которые будете видеть в дальнейшем. Но прежде чем я начну, нужно забрать свои волосы, потому что иначе никак, иначе я просто все усру. Но волосы я буду забирать тоже по лайфхаку к нему. Надеюсь, у меня получится сделать то, что делает та дамочка. Вроде как она просовывает для начала один жгут сюда, потом просовывает жгут еще раз куда-то там туда. И вроде как можно теперь завязать этот странный хвост. Ладно, предположим, я выполнила этот лайфхак. Вроде как хвост выглядит сколько-нибудь необычно. Теперь можно надеть повязку, чтобы уж наверняка. Правила начну с рисковывай процедуры, потому что начну с чистки зубов. Так рискованно зубы я еще никогда не чистила, ведь для этого понадобится фольга и зубная паста. Добавляю зубную пасту сюда. Ой, это будет полная жесть для моих зубов, я чувствую. И теперь просовываю эту... Почему я не могу оторвать фольгу? А, я уже вся испачкалась. Окей, просовываем эту жесть. Слишком большая жесть, не влезет. Пробуем. И как буду на них делать? Класс, дошелись вообще. Обожаю. Это слишком тяжело для меня и для всех. Следующий лайфхак, наверное, должен получиться. По крайней мере, я очень хочу в это верить, ведь сейчас нужно будет просто взять минералку, открыть ее, открыть ее, и не могу открыть ее. И залить сюда. Это водиться. Так не годится. И теперь просто взять свое лицо, ну то есть не взять его, а окунуться. Кот выглядит очень возбужденным и не понимающим происходящего. Лафос, накидцы, дайте ваши комментарии по поводу происходящего. Что вы думаете на весь этот счет? Кажется, она ничего не думает. И, в общем-то, правильно делает. Ладно, поехали. Ту-рун, ту-рун. Я забыла, что они умеют дышать под водой. Весьма газированненькие ощущения. Такое у меня было умывание. Надеюсь, что это было мне на пользу. Сомневаюсь. Следующий лайфхак, о котором я вам поведаю, он будет такой полуразговорный, потому что он основан на моей истории, очередной глупой истории из моей глупой жизни. Это история о том, что твой вид в максимально, так сказать, естественное его состояние не должен быть помехой для достижения твоих целей. В общем, представьте себе такую ситуацию. Утро раннее. Выхожу из дома с лохматой головой, стоптанной кедой, какие-то там джинсы. В общем, максимально домашний вид. Человек, который только проснулся и куда-то спешит. Потому что мне надо ехать и сдавать анализы. В момент посещения, так сказать, процедурного кабинета мне приходит смс-чка, что сегодня мне нужно быть в течение часа на примерке для одного блогерского мероприятия, на съемочке. А на таких примерках куча блогеров и других важных людей. Ну и сами понимаете, выглядеть максимально, как я, не очень-то и хочется. Вариантов ехать домой, переодеваться, проводить себя в норму нет никаких. Ну, что делать? Крашу губы, расчесываю волосы, завязываю хвост и выезжаю. И всю дорогу, пока я еду, простите, но я переживаю, а гладкие ли у меня ноги. Потому что мало того, что я вышла в совершенно непонятно таком вот виде, ибо я никуда не собиралась, так я еще сижу и думаю, блин, а ведь, скорее всего, я приеду на примерку, мне дадут или юбку, или шорты, вот просто, знаете, по закону, по закону гадства. Ну, короче, приезжаю на примерку, как вы понимаете, конечно же, мне сразу дают шорты. А там сидит очень много блогеров, тельняш, Арин Данилова, Анастасис, ну, понимаете, да, такое. А мне тут вот шорты дают, а я в джинсах своих, я сама не знаю вообще, насколько там все плохо или хорошо. Ну, делать нечего, иду в примерочную, просто аааа. Спасибо просто, что использую крем для депиляции, который на целую неделю дарует нам идеальную кожу. Вид удивит, не иначе. Вот так вот выглядит этот крем для депиляции. Если у вас светлые волосы, как у меня, вам он очень подойдет, потому что это реально минимум 7 дней идеальных ног, и ты просто даже забываешь, что и когда ты с ним делала. Вот очень клевый лайфхак, запомните, коробочка выглядит вот таким вот образом. И у него очень приятный запах, без каких-либо едких отдушек. В общем, дальше примерка шла отлично, сами понимаете, настроение у меня уже нормальное, мне уже спокойно и хорошо. Вид. Тебя ничто не остановит. Сейчас самое время позавтракать. Яйца. В количестве 1, 2, 3. Три яйца. Яйца есть. Теперь их я помою. Я знаю, что люди делятся на два, типа те, кто моют свои яйца, и те, кто яйца не моют. Так вот, я за то, чтобы их мыть. Я подготовила все, что нужно для омлета. Вот такая вот штука, который, короче, гений инженерной мысли. Электрический миксер у меня тоже есть, но зачем электрический, если есть такой. Закидываем наши яйки, яички туда. Яйцо номер 1. Яйцо номер 2. И яйцо номер 3. Бэм. И теперь при помощи вот этой вот штуки, которой мне просто очень нравится теребонькать, собственно, теребонькаем. Теребонька, 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 теребонька. Яйца взбиты в такую легкую пену. Теперь я добавлю туда немножко специй. Нет, соль я не буду добавлять. Я не ем соль. Если я не ем соль, то и соль я добавлять не буду. Сорян. Добавлю перца. Да побольше. Зашибись. Еще раз теребоньку и все это добро. И дело за тем, чтобы приготовить яйца, знаете ли. Добавляем масло в сковороду. Что-то я вообще офигела с того, что не нашла сковороду поменьше. Придется жарить в такой огромной. Надеюсь, это никак не помешает. А вот теперь просто то, ради чего здесь мы все собрались. Ну, не ради просмотра этого видео, а ради того, чтобы посмотреть, как яйцо будет через друшлачок вытекать. Что ж, надеюсь, получится не хуже, чем в том лайфхатске. Добавлю немного соуса, потому что мне показалось, что в том яйце есть соевый соус. И теперь при помощи внезапно палочек буду пытаться сделать как там. Да, мне кажется, это будет вкусно, потому что что-то это круто достаточно выглядит. Главное, чтобы он сочный остался. В принципе, все. Снимаем, пробуем. Пробуем сие великолепное блюдо. Ну, выглядит оно достаточно аппетитно, если честно. Я еще добавила тоже зелень, как у них на фоточке. Ладно, пробую. Это похоже на еду, которую дают в отелях. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Просто такое ощущение, как будто я ем вообще не яйцо, а что-то другое. Прикольно. Реально прикольно. Попробуйте сделать себе. Я думаю, вас очень сильно вкус удивит. Я подготовила кофе, подготовила формочку, и теперь я буду заливать кофе в форму. На самом деле, я думаю, что получится достаточно вкусно, просто потому что я не вижу причин, чтобы не получилось вкусно. Скорее всего, это должно быть по итогу похоже на фрапучино. Должно быть похоже. А вот когда волосы в рот лезут, ты говоришь, вообще неприятно. Ну, вы видите, да, то, что вижу я. Кто молодец? Я молодец. Где моя салфетка? Вытираю лишнее. Наши ингредиенты подготовились, поэтому теперь я добавляю мороженый кофе в стаканчик. Ого, как он быстро размораживается. Нифига себе, прошло-то буквально пару минут. Так, теперь добавляем молочком. Нет, сначала я добавлю сироп, потому что мы любим кофе с сиропом. Сироп добавляю, красота вообще. И теперь молоко. Это будет напиток для олигарха-оператора. Это как милдшейк, да, какой-то получилось такой с легким кофейным привкусом. Да, да. Слушайте, очень вкусно, очень вкусно. Реально, даже мне понравилось. Это просто офигительно, попробуйте сделать. Правда, хотя, может быть, дело, конечно, еще в том, что тут сироп есть. Но без сиропа тоже хорошо будет. Зашибись. Отлично. Первый макияжный лайфхак, это лайфхак для моих пострадавших бровей. И это просто то, что мне сейчас нужно больше всего. Что ж, для создания нам понадобится гель алоэ. Контейнер, где мы будем все это теребонькать, ну то бишь смешивать. И какие-то тени, которые мы будем ковырять. Просто-таки угадай или сосай в действии. Добавляю самую малость гель алоэ. Добавляю скувырчатых теней. И перемешиваю чпоньк-чпоньк, теребоньк-теребоньк. Эта жидкость выглядит малость сомнительно. Она не малость сомнительно выглядит. Ладно. У той чекули получилось, почему бы и у меня не получится. Давайте нанесем на бровь. Это, конечно, очень странно, но это работает. Цвет получился офигительным. А мне нравится. Мне реально нравится. Не совсем понимаю целесообразность этого лайфхака. Но в плане, кто вообще до этого додумался, а главным образом зачем. Но, блин, это реально круто. Вот такие вот брови у меня получились. Если честно, мне реально понравился этот лайфхак. Правда, с этой бровью пришлось повозиться, потому что она у меня немного другой формы. Потому что я могу, потому что у меня есть пинцет. Но в целом, прям реально мне нравится. Внезапно удачный лайфхак. Следующий лайфхак это лайфхак с керлером. И я думаю, всем вам он знаком. Но в данном видео я подбирала лайфхаки не по принципу, что-то там супер сверхъестественное, а по принципу того, что то вот первое попалось мне, то я выбирала. Так уж вышло. Если вы хотите смотреть трешовые и странные лайфхаки, у меня есть целая рубрика. Она называется «Проверка бьюти лайфхаков». Я оставлю вам ссылку в описании. Посмотрите. Почему бы нет? Итак, нагреваем. Проверю, чтобы не раскалилось. Не раскалилось. Просто теплое. Керлес ресничка большая. Керлес ресничка немалая, объемная. Али оп. Ой, нифига себе. Ни хрена себе. Что-то в этот раз прям хорошо этот лайфхак сработал. В этот раз, когда я его делала, когда-то настолько хорошего эффекта не было. И второе. Что происходит? Где-то такое чувство, что я вообще не должна ресницей красить больше тушей. Но я накрашу. Немного совсем добавлю туши на эти опахалы. И накрашу губы. И на этом все. И теперь я хочу накрасить губы. Я буду делать это тоже достаточно естественно. И как раз нашла вроде прикольный лайфхак. Обвожу контур губ. Вот такие штучки. Сталки закрашиваю помадой. Теперь добавляю холлайтер. Ока сияшечку. Вот в эти вот дырки губ. И вот что получилось. Теперь при помощи лайфхака, который вы сейчас видите, нужно собрать вещи. Выглядит, конечно, внушительно. И вроде как это должно сильно помочь сэкономить место. Поэтому постараюсь повторить. Но не факт, что у меня получится. Лайфхаку нужно вещи сложить, я даже не знаю, типа а-ля пирамидкой что ли. Пирамидка значит пирамидка. И так, чтобы рука в руку. Рука в руку, рука в руку. А-а-а. Тут, знаю, если когда вещи необычного кроют, то рука в руку это не так просто. Рука, как говорится, руку моет. Не уверена, что так говорится. И теперь раскладываем вещи как-то по диагонали. Чтобы они все лежали. Ну, так как у меня вещей в этот раз не очень много. Положу все как-то так. И я думаю, что попробуем. Завернется, не завернется. Так, мы должны с верхнего ряда все завернуть, типа, в квадратик. Собрать какую-то квадратную фигуру. Типа того. Кстати, очень интересно. Мне нравится, как получается. Потому что прикольно это все делать. Ага. Какой-то такой сверток получился. Кстати, смотрите, реально очень экономно. Тут свернут почти весь мой гардероб. И это займет вообще очень мало места. Типа он очень-очень-очень-очень необъемный. Круто. Сюда можно еще одну целую такую же положить. Огонь. Давайте посмотрим дальше. Теперь нужно разобраться с носочками. Кладем носок на носок, сворачиваем в трубку. И когда носок уже свернут, теперь нужно, я так понимаю, вот это вот как-то... О, фига! Смотрите, как здорово. Это же просто гениально. Господи, кто это придумал? Ну, это гениальный человек. Красота. Просто этим можно даже играть. Теперь весьма такой специфичный контент. Нужно сделать чехол из чехла для ваших щи-сяу. Так, это все сворачиваем туда. Туда. И кидаем туда носок. В чем смысл? Я, конечно, очень извиняюсь, но в чем, черт возьми, смысл этого? Ну, мог. Чтобы носочкам не было одиноко. Носочкам и так не одиноко. Их два. Окей. Джинсы на полу. Теперь что нужно сделать? Застегиваем все, что у нас тут имеется. И вот таким вот образом выворачиваем. Теперь сворачиваем. Вот таким вот образом. Складываем пополам. Так как у меня это джинсы-клеш не сильно пополам получается. И сворачиваем в трубочку. Трубочка, 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 трубочка. И теперь эту трубочку впихиваем сюда. Но с джинсами-клеш, походу, этот лайфхак не работает никак вообще. Нет, это не, это нереально. Ну, короче, логика вы видели какая. Наверное, это очень прикольно. Но если у вас джинсы-клеш, то не работает. Поэтому положу это просто сюда. Буду делать капучино. И на самом деле в рецепте к приготовлению капучино никаких лайфхаков нет. Поэтому я просто классически заливаю свое кокосовое молочко в капучинатор. Жду, пока оно вспенится в капучинице. И пока оно будет капучиниться, я буду наливать себе кофе из аутомата. Для того, чтобы создать рисунок на кофе, пока кофе готовится, я воспользуюсь вот таким вот предметом, который называется ножницы. Наверняка, если вы учитесь в первом классе, у вас они есть, потому что вы тоже вырезаете фигурки. По сути, я буду делать ровно то же самое. Предлагаю попробовать вырезать какое-нибудь фигурное сердечко. У меня уже возникли проблемы, так что сердечко, скорее всего, будет кривоватое. А-а-а, это тяжело. Кто-то в детстве прогуливал уроки труда. Такое вот. Не рофлить над человеком, который пытается вырезать сердце. А то я выражу твое. Вырезал. Давайте посмотрим, это вообще сердце получилось или нет. А что я вырезала-то, господи? Что я вырезала? Мне же нужно было, чтобы это в квадрате осталось. Иначе какой в этом смысл? Па-а-а! Ладно, попытка номер два. Вырезаем квадрат. Сейчас точно выражу квадрат сразу просто. Делаем, делаем. Делаем. Так. Это, это прямоугольник. Ой, боже мой, какое извращение сзади. Что это ты нарисовал тут, пока я не видела? Что это такое вообще? Почему это скелет си-ся-ся-о? Ужас какой. Захотелось вырезать форму си-ся-о, но нет. Я постараюсь этого не сделать. Короче, окей. Я просто вырежу обычное сердечко. Я не буду выпендриваться, потому что вы только что увидели, что я не способна, походу, даже сердечко вырезать. Короче, я вырежу какую-нибудь абстрактную форму. Сорян, ребят, ну вот, ну, тяжко мне, тяжко. Они все такие гениальные, как не я. Помню я опять какую-то хрен делаю. Ладно, предположим, я вырезала какую-то страну дичь. О, это даже похоже на сердце. Я что-то не ожидала. Подождите, это даже похоже на сердце. Тогда я сделаю здесь побольше вырезала. Вот так вот амплитуды. Я что-то как-то вообще в шоке так-то. Вот так. И. Та-дам. Зашибись. Я в шоке. Я реально не рассчитывала. Я просто сейчас делала какую-то лютую хрень и у меня получилось. Ну, обычно у меня все именно так и происходит. Я делала какую-то лютую хрень, а потом и бац, 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 и почти 2 миллиона подписчиков на канале. Это такая шо? 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 Так, совмещаем кофе с нашим капучинаторным пенным образованием. Пам-пам-пам. И вот, собственно, сама пенка пошла, на которой сейчас, по идее, должен быть и рисунок. Сейчас или получится, или не получится. Кладем. Пока все ок. И теперь курица. Фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо. Ну, как-то так. Ставь лайк. Ну, мне все равно не так вкусно. Я буду пить свой вкусный, прекрасный кофе к вечерочку. И мне будет хорошо. Рассмешаю туда с капучиной. В общем, я пришла на встречу с подругой, и подруга принесла мне вот этот вот шарф. И это именно тот шарф, который мне нужен для лайфхака, который я буду делать дальше, потому что сейчас мы делаем пафосную фоточку. И для этого я залезаю в шарф. О, да. Самое время поужинать. И на ужин у нас будет с вами вот такой вот лайфхацк. Это почти что крошка-картошка. Поэтому предварительно я озадачилась тем, чтобы купить вот эти вот картофаны. Вы просто зацените их размеры. Я вообще в шоке, что я это нашла в открытом доступе, что это продается. Предварительно я их уже помыла, это важно. Мойте овощи перед тем, как их готовить. Берем картофель и распределяем по подносу. Раз, два, три, раз, два, три. Ё-моё, а мне поднос вообще хватит? Хватит. Теперь этот картофельный гигант нужно залить оливковым соусом. Подождите, маслом. Заливаем, короче. Убильно, жирно. Сегодня у нас день калорий холестерина. Ждем, пока наша духовка, которая уже предварительно включила, прогреется. И запихиваем сие великолепие прямо туды. Ой, жарень пошла, жарень пошла. Впищиваем картофельный мутант. А, фак, 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 очень тяжело, очень тяжело. Фух, все, я справилась. Запихиваем картофели и на 45 минут оставляем их париться. Прощайте, картофельные суперчеловеки. Надеюсь, она пропеклась. Непонятно нифига, надо проверить вилкой. Время прошло именно столько, сколько должно было пройти, но... Да, ей еще минут 10 минимум, короче. Пусть готовится дальше. Чего-то я вообще удивлена. Хотя такая картофалина, конечно, наверное, и неудивительно, что она не приготовилась. Ну ладно, сделаю основу для начинки. Пахнет, конечно, просто безумно вкусно. Ох, мне кажется, это должно реально быть очень здорово. Даже лучше, мне кажется, чем завтрак. Значительно лучше, чем завтрак. Теперь я наполняю все это внутрь картошки. Прям вот наполняю, наполняю, чтобы хорошо и красиво было. Пока что выглядит очень аппетитно, если честно. И засыпаю перчиком еще, потому что я люблю поострее. Уф, красотища просто. Чего ж, давайте попробуем. Так, ну-ка, ну-ка. Картошечка вместе с начинкой. Просто супер вкусно. Офигеть. Короче, ищите себе большую картошку, запекайте вот как по рецепту. Добавляйте начинку. Как видите, я немного ее изменила. Я добавила сметану и творожный сыр и зелень. Вот, в отличие от рецепта, где они добавляли ветчину. Просто потому что я это не люблю. Это чудесно. Просто, ммм. Что у меня хорошо, так это ужин. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то обязательно ставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже посмотрят, что это вообще происходит на русском ютубчике-то. И я всех люблю и всех целую. Всем спасибо за просмотр. И всем поцелуев. И пока-пока. До новых встреч. Смотрите мои другие видео с проверками лайфхаков. Субтитры сделал DimaTorzok